Это пистолет для термоклея. Он готов к работе всегда. Устройство, скажем так, по-настоящему умное. Стержни используются абсолютно стандартного размера, не капает клеем. Друзья, привет! Вы на канале Мастер Форум. С вами тестовая команда Потребитель и я, Евгений Балабас. Сегодня у нас вот такая вот интересная машинка. Это пистолет для термоклея. Пистолет для термоклея используется как любителями, так и профессионалами в каких-то тюнинговых студиях, в каких-то мастерских. Он используется для домашних хобби, практически любых, создания абсолютно любых конструкций, каких-то художественных вещей. Аккумуляторный пистолет еще больше расширяет ваши возможности, поскольку он максимально эффективный, очень быстрый, производительный. Благодаря автоматике избавляет нас от потеков капель клея, а также от возможности перегрева или каких-то ЧП, потому что у него достаточно надежная следящая электроника, которая обеспечивает его автоматическое отключение, обеспечивает контроль за возможным перегревом, то есть устройство, скажем так, по-настоящему умное. Это платформа 24 вольта. Сюда подходят все батареи на 24 вольта, как на 2 ампер часа, так и на 4 ампер часа, также и высокотоковые мощные батареи, которые также есть у Greenworks. Они все подходят, все совместимы. Поставляются устройства без батареи, без зарядного устройства, рассчитанные на тех, у кого уже есть инструмент марки Greenworks. То есть вы просто берете батарею от вашего шуруповерта, лобзика или болгарки и работаете термопистолетом. Тем не менее, для того, чтобы максимально быстро начать работу, в комплекте пистолета идет десяток стержней. Стержни используются абсолютно стандартного размера. Это стандарт 11 миллиметров. Для использования подходят как стержни из комплекта, так и абсолютно любые, которые вы приобретете. Разной плотности, разного наполнения, разного цвета. Как мы видим, устройство базируется на стандартной шуруповертной, скажем так, рукоятке. Это обеспечивает удобство хвата, это обеспечивает отсутствие скольжения. То есть он и в руке в перчатке, и в голой руке прекрасен и удобен. Сверху мы видим главную кнопку. Это кнопка включения, выключения. Работает она через длительное нажатие с удержанием, то есть случайно не включится. Вот мы ее нажали, загорелся LED-индикатор. Красный цвет означает, что пистолет нагревается, а зеленый, что он уже готов к работе. Нагрев до рабочей температуры занимает 90 секунд. Механизм подачи клеевого стержня оснащен крупной удобной клавишей, которая позволяет легко контролировать плавную подачу клея. Вокруг сопла мы видим конус из термопластичного эластомера, защищающий пользователя от ожогов при случайном прикосновении к разогретому соплу. Пистолет прогрелся до рабочей температуры. Давайте посмотрим, как он работает. Вот мы жмем на курок. Таким образом выдавливаем из пистолета контролируемые дозы расплавленного клея. Вот мы закончили. Обтерли носик. И, как мы видим, пистолет не склонен в процессе простоя плакать. Здесь находится у нас специальный клапан, который, скажем так, у простых и незатейливых термопистолетов, как правило, склонен протекать. Он уменьшает немножко вот эту вот плакучесть, слезливость в режиме простоя, но не устраняет ее полностью. Вот этот аппарат абсолютной чистюля. Он в процессе простоя не капает клеем. Важным элементом является наличие подсветки. Часто бывает, что нужно что-то подклеить в каком-то корпусе, внутри какой-то конструкции. Там эта подсветка будет незаменима. Залогом безопасности этого устройства является электроника и автоматика. Если вы не нажимаете на курок более 180 секунд, устройство просто отключается. Еще одной, наверное, самой главной особенностью этого устройства является экономичность к потреблению энергии от батареи. Поэтому даже 2 ампер частный аккумулятор позволяет на одном полном заряде прокачать через термоэлемент 21 стержень стандартного диаметра 11 миллиметров и длиной 150 миллиметров. И такое количество стержней на одном заряде это очень много. То есть это, в общем-то, работа не одного дня. Ну что, пришла пора установить новый аккумулятор свежезаряженный и проверить, сколько стержней он прогонит через себя на одном заряде. У нас есть запас стержней, они несколько длиннее. Мы рассчитывали на стержни 150 миллиметров, у нас 200. Поэтому сейчас мы суммарную длину, которую он способен по паспорту через себя прокачать, просто пересчитаем и выясним, сколько стержней он сможет реально расплавить. Редактор субтитров А.Семкин Заявленная производительность термопистолета Greenworks G24 JLG. 21 стержень длиной 150 миллиметров на одном аккумуляторе 2 ампер часа. Мы его тестировали на стержнях длиной 200 миллиметров, это более распространенный размер в продаже. И в пересчете он отработал 16 стержней. 16 стержней это полностью соответствует 21 стержню 150 миллиметров, даже чуть-чуть больше. Иными словами, одного аккумулятора для этого пистолета хватает в хоббийных условиях, наверное, на несколько дней каких-то интенсивных занятий своим увлечением по вечерам. Смотря, конечно, что вы как клеите, но, в общем-то, как минимум, как минимум, за один день использования этого пистолета аккумулятор вам заряжать точно не придется. Термопистолет Greenworks G24 JLG. Это очень интересный аппарат для хобби, для каких-то локальных, профессиональных задач. Он интересен тем, что, в отличие от 220-вольтовых моделей, более безопасен. Его можно спокойно доверить детям, подросткам. Он очень хорошо защищен от возможностей каких-то потенциальных ожогов. Он защищен от перегрева. Он безопасен, если его просто забыть включенным. То есть идеальное устройство для домашнего хобби, ну и для многих других задач тоже. Надеемся, было полезно и интересно. До будущих встреч. Пока.